В Малом Зале Краевой Администрации в прямом смысле слова нет свободного места. На заседание антитеррористической комиссии под председательством губернатора собрались все. Заместители, министры, руководители силовых блоков региона, на видеосвязи главы городов и районов Кубани. На повестке дня вопросы безопасности жителей края, тем более в преддверии новогодних и рождественских праздников, губернатор начинает свое выступление без предисловий. Борьба с терроризмом это общегосударственная задача, и для ее решения требуется участие всех. Органов исполнительной власти, местного самоуправления, казачества, силового блока, в том числе и самого населения. Мы сегодня сидим, население в частности, и ждем, что придет полицейский и нас защитит. Не должны сидеть и ждать. Сегодня задача однозначно замучить, в случае участкового и даже полицейского, информацию о том, что где-то кто-то прошел, проехал и что-то оставил. У нас полная пассивность. Но, дорогие мои друзья, мы должны сами, в первую очередь, сами себя защитить. Сами себя. В нынешних условиях работать в этом направлении нужно на опережение, продолжает Вениамин Кондратьев, особенно с подрастающим поколением. Все чаще появляется информация о попытках завербовать 3D-ИГИЛ, запрещенной в России организацией, жителей края. Как правило, это подростки и молодежь, те, кто активно пользуются интернетом. В этом вопросе внимания нужно уделить профилактике, отмечает губернатор. Мы должны, в первую очередь, привить жителям нашего края стойкий иммунитет к идеологии экстремизма и терроризма. Мы сегодня столкнулись с атакующей нас чуждой идеологией, системной идеологией. Системная идет работа просто по зомбированию молодежи. И здесь силовой блок, он делает свою работу, но идеологии можно противоставить только идеологию. Мы должны дать свою идеологию, а у нас она одна, традиции быта, устои, которые были на Кубани и есть. Ситуация в регионе мониторится постоянно. Об этом сообщил начальник ФСБ по краю Игорь Колосов. Только за последний месяц правоохранителями проверено более 25 тысяч объектов и задержано 143 человека, находящихся в розыске. Под особым наблюдением авто и жидовокзалы, аэропорты и социальные объекты. Еще одна тема совещания – это деятельность частных охранных предприятий края. В последнее время качество их работы снижается, в том числе в школах и вузах. Сегодня только 34% образовательных организаций охраняются частными охранными агентствами. Эти частные охранные агентства, фактически большинство из них, находятся в наших учреждениях номинально. Дайте пофамильно, четко мне, по району, где выявили случаи, где ЧОП, который сегодня выиграл конкурсы в том или ином муниципальном образовании, школу не может охранять и не охраняет. Я еще раз через главу муниципальных образований хочу обратиться к руководителям ЧОПов. Вот нет другого выхода им, как охранять взятые ими под контроль объекты. Все, которые ЧОПы взяли. И если, упаси Бог, что-то не так пойдет, поверьте, я приложу максимум усилий, что они будут под охраной. По-другому быть не может, шутки закончились. После такого заявления на совещание было предложено организовать проверки частных охранных предприятий на соответствие лицензии. Завершая заседание комиссии, губернатор еще раз подчеркнул, что успех в этом деле зависит от всех структур и от каждого в частности. Эту работу надо делать качественно, ежедневно и даже в праздничные дни. Елена Касабова, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кумань-24, Краснодар.